Недавно в больницу обратилась пара, отравившаяся бледной поганкой. Их история закончилась хорошо. После длительного и сложного лечения семью выписали. Сейчас им предстоит реабилитация дома. Но, между прочим, отравление бледной поганкой до 90% случаев заканчивается летальным исходом. Поэтому нужно быть максимально внимательным при сборе грибов. Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и съедобными, собранными в городе, возле дороги и промышленных предприятий. При первых признаках отравления звоните в скорую помощь. Врачи признаются, что порой люди занимаются самолечением, чем подвергают свое здоровье большому риску. Ведь отравление грибами – это огромная нагрузка для внутренних органов человека. Что касается доврачебной помощи, в домашних условиях можно промыть ресторанным способом себе желудок. Очень большим количеством чистой воды, без всяких примесей, без ничего. Обычной воды из-под крана. И после промывания принять активированный уголь или другой энтеросорбент. Пейте больше жидкости. Воду, минералку без газа или крепкий черный чай. Лягте на кровать, лежать лучше на боку. Ни в коем случае, конечно же, нельзя употреблять спиртные напитки после отравления грибами, потому что это все углубит ситуацию. Нельзя принимать какие-то препараты, о которых вы не знаете. Например, если вы начнете принимать тот же парацетамол с целью обезболивания, если у вас будет очень болеть желудок, то вы навредите себе. Лучше всего проконсультироваться по телефону в скорой помощи. Во время лечения соблюдайте особый режим питания, минимум неделю. В этот период нужно исключить из меню всю жареную и жирную пищу. Кстати, грибы в принципе нежелательно употреблять в пищу беременным, детям до 14 лет, пожилым и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!